Больше 800 школьников в игре закончат школу с медалями. Для сравнения, в прошлом году отличников было всего полтысячи. Большое количество медалистов обеспечил коронавирус. Дело в том, что раньше медаль могли получить лишь те, кто показал наивысший балл на ЕГЭ. Сейчас же медалистами станут все, у кого в аттестате одни пятерки. Напомню, лишь часть выпускников будут сдавать экзамены, чтобы получить дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. Все стабальники могут рассчитывать на денежные вознаграждения в 20 тысяч рублей. Результаты ЕГЭ выпускники узнают в конце июля и в начале августа. Соответственно, особенность в проведении заключается в том, что это другие сроки. Это не июнь, а июль и дополнительный период в августе. Это во-первых. Ну и во-вторых, то, что сдают только те, кто нужно поступать в ВУЗы. Соответственно, нет обязательных экзаменов по русскому и математике. Часть ребят вообще не сдают экзамен. У нас порядка двух тысяч выпускников 11 классов отказались сдавать ЕГЭ, поскольку они планируют поступать либо в колледжи, либо не планируют пока. Все, кто будет принимать участие в организации итоговой аттестации, сдадут тест на ковид. В кабинетах в привычном режиме будут работать камеры видеонаблюдения для контроля порядка и соблюдения правил индивидуальной защиты. Всех выпускников обеспечат масками и антисептиками, а в помещении будут работать средства дезинфекции воздуха. Аудитории для сдачи станет больше, так как количество экзаменуемых в кабинетах сократится вдвое. А некоторые предметы, такие как русский язык, будут сдавать на протяжении двух дней. Продолжение следует...